Течо-но-мист, Великобритания, шпион, пришедший с холода. Западу стоит извлечь некоторые уроки из успеха Владимира Путина. Течо-но-мист, Великобритания. 29 октября 2019 года. Когда пять лет назад Владимир Путин приехал в Брисбен навстречу Большой Двадцатки, он был изолирован, отвергнут цивилизованным миром после аннексии Крыма и крушения пассажирского авиалайнера с голландскими и австралийскими семьями на борту. Западные лидеры выгнали Россию из Большой Семерки и ввели санкции, некоторые из них отказывались даже здороваться с мистером Путиным. Он ушел рано, униженный и оскорбленный. Пять лет спустя он вернулся на мировую арену, руководя конфликтом на Ближнем Востоке, создавая стратегический альянс с Китаем и вбивая клин между союзниками НАТО. Именно его резиденцию в Сочи, а не Мара Лага, особняк президента США Дональда Трампа во Флориде, посетил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 22 октября, чтобы решить судьбу Сирии, и около 40 африканских лидеров 23 октября, чтобы попросить деньги и оружие. Встреча с Эрдоганом закрепила доминирующее положение России на Ближнем Востоке, особенно после заключения соглашения о совместном военном контроле над территорией, которая раньше была Курдской. Ранее в этом же месяце Путин был принят в Саудовской Аравии, третьем по величине в мире производителе нефти, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. В то время как самолеты Саудовской Аравии выпускали следы дыма цвета российского флага, ее военный оркестр исполнял гимн России. Россия, второй по величине производитель нефти в мире, теперь находится в лучшем положении, чтобы влиять на производство и цены. Владимир Путин также установил тесные отношения с Китаем, чей лидер Си Цзиньпин считает своего российского партнера каналом, помогающим распространять растущее влияние Китая. Путин пообещал помочь Китаю построить свою систему раннего ядерного предупреждения. Эта сделка поможет перевернуть глобальный баланс сил в пользу Китая. Отношение Европы к России меняется из-за растущего влияния Путина на Ближнем Востоке и его более тесных связей с Китаем. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Россия слишком важна, чтобы можно было списывать ее со счетов, и что ее необходимо включить в архитектуру европейской безопасности. И Америка, и Европа теперь оказывают давление на Украину, потерявшую 13 тысяч человек в войне на Донбассе, чтобы та урегулировала свой конфликт с Россией, это позволит снять санкции. Играй как Владимир как страна с экономикой размером с Испанию, коррупцией наравне с Папуановой Гвинеей и продолжительностью жизни нежеливее достигла всего этого. Решающую роль сыграла военная модернизация. За 20 лет Владимир Путин превратил российские вооруженные силы из плохо управляемой группы бедноэкипированных призывников в хорошо вооруженную преимущественно профессиональную боевую силу. Кроме того, он также был политически более проницательным, чем Запад, и в том, что он быстро использовал возможности, и в том, что придерживался своих союзников. Барак Обама установил красные линии против применения химического оружия в Сирии, но не был готов применить силу, чтобы поддержать их. В начале этого месяца Трамп оставил американских курдских союзников, выведя свои войска, когда Турции угрожало вторгнуться в Северную Сирию. Путин заметил, что нежелание Запада использовать оружие создало вакуум власти. Он мог бы вторгнуться в Украину и отправить войска, чтобы занять прежние позиции Америки и бомбить гражданские и военные объекты в Сирии, будучи уверенным, что Запад не рискнет отомстить. Когда он поддерживал Башара Асада, сирийского президента и кровавого диктатора, другие субъекты на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, традиционного союзника Америки, пришли к выводу, что их собственные нарушения прав человека не отменяли бы его поддержки. А Запад, напротив, кажется им непостоянным и проповедническим. Столкнувшись с российской агрессией, Запад решает отступать. Это ошибка, которую не совершил бы Путин на месте Трампа или Макрона. Он бы не сдавал своих позиций и искал бы слабые места, которыми можно было бы воспользоваться. Успех Путина маскирует факторы уязвимости. За границей ему все труднее быть младшим партнером Китая, а дома шестой год подряд располагаемые доходы падают, пенсионный возраст растет, а людям надоела коррупция. Дорогие военные приключения Путина раньше вызывали энтузиазм, но теперь вызывают только раздражение. Он хочет, чтобы Запад снял санкции и согласился с его планом остаться у власти на неопределенный срок. Но Запад не должен поощрять его авантюризм. Было бы лучше учиться, выборочно, у господина Путина, поддерживать своих союзников, играть на своих сильных сторонах, не сгибаться под давлением и не создавать вакуум, который может заполнить соперничающая сила. Западу нужна мощная внешняя политика для борьбы с новым сильным человеком в мире. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.